А это наш фасад отеля. Называется наш отель Experience St. George Homestay. Четыре звезды. Давайте пройдем в холл к ресепшену. Добавлю, этот отель относится к сети отелей Experience. Их несколько тут в Шарма-Шейхе. Отель ориентирован больше на европейскую публику. Как я сегодня узнал, владелец христианин, поэтому он так и назвал его. Святой Георгий. Ну или St. George. Сейчас на секундочку покажем окрестности, чтобы просто понимали, где мы находимся. Небо вообще потрясное. Сейчас закат около пяти вечера. Там вот в долине горы, не знаю, будет видно или нет на видео. Тут у нас пальмочки растут. Очень-очень красивое небо. Викусе, коктейльчик попивает. Красивенький. Под цвет на их ногтей немного. Поближе его заснимай. Не, не надо подносить. Так, засняли. Ну, с фасадом закончили. Заходим на ресепшн. Сейчас у нас по левую сторону будет ресепшн. По правую сторону будет бар. Все, пошли. Тут какая-то рамка такая, где-то лискательный. Никого не заставляют через нее проходить. Кстати, обратим внимание, что здесь, в правой стороны, елась кожа. Она, кстати, чуть позже загорится. Вот это у нас ресепшн. По всем вопросам, обращайтесь сюда. Да. Вот тут тоже так красивенько написано. Happy New Year. Стоит вон олень. Елочки, надпись такая красивая. Но это, правда, не горит. Всякими там герландочками. Вот еще один ресепшн. Да, тут есть какие-то диванчики. Здесь можно присесть, посидеть. Обсудить какие-то вопросы. Да, на диванчиках продюшечки. Все так очень удобно. Вот это еще одна новогодняя красота. Это, наверное, как Дед Мороз заходит в это... Как она называется? Домоход, да. Походу, выходит из домохода. Не входит, не входит. Там вот магазинчики всякие. И проход на вторую сторону территории. Да, сейчас мы вам покажем бар именно в отеле. Вот, а для некоторых людей это самое интересное место. Это бар, который работает с 10 до 12. Ночи. Ночи. С 10 утра до 12 ночи. С 10 до 24. Да. Вот так, чтобы понятно было. Тут всегда вам предложат, нальют. Вот вам, кстати, предлагали. Одно пиво, пожалуйста, налейте. Да. Вот сейчас я пойду дальше снимать. Мне нальют одно пиво. Пиво, кстати, такое нормальное. Кальяна есть. Кальяна есть. Ну, кальяна за отдельную плату. Ну, пиво всех такое. 5 градусов. Ну, типа, как какое-то наше премиум пиво. Обычно. Ну, наше это украинское. Да, вот здесь можно чай налить. Да, тут не только чай. Тут чай, кофе, капучино. Все бесплатно. Выбираешь. Мы это, как пользоваться этим аппаратом, показывали именно в обзоре самого ресторана. Ну, тут чашечки, ложечки, чайочек, стопарики. Вот сачук. Ну, это уже было. Получается ананасовый. Как он называется? Апельсиновый. Апельсиновый и лимонный, да. А вот тут воду можно набрать. Ну, тут мест хватает. Биллиард есть. Биллиард за отдельную плату. Там немного, кажется, на наши деньги гривен. Там что-то 20. Сейчас можно поиграть. А, кстати, ну, давай сейчас конкретно скажем. А то, может, некоторым людям интересно. А я так проскользнул. Тут вот написано. Так, значит, полчаса 15. Это в египетских фунтах написано. Полчаса 15, час 30. А на данный момент 1 доллар – это 17,8 египетских фунтов. Лучше сразу гривны перевести. То есть, 1 фунт – это 1,5 гривны. Получается, что 45 гривен час будет. Ну, а полчаса сами посчитайте. 45 гривен час. Ну, в принципе, нормальная цена, как в Украине. Ну, конечно, кто-то бы хотел на халву, на халяву. Ну, это 4 звезды. Да и вообще. Бильярд – это на любителей. Если не любителей, каждый будет играть, там полотно порвут и все такое. Я бы, если бы владельцам, тоже бы не разрешил вот так вот всем играть. Потому что столы сейчас очень дорогие. Ну, не про это. В общем, вот у нас территория такая. Куча удобных таких местечек, где можно сесть с компанией. Можно эти столики там составить. Я видел, как их составляют. Эти стульчики тоже там можно передвигать. То есть, для большой компании. Вот. То есть, можно нормально посидеть. Затусить, выпить. Твоё пиво уже приготовили. А, вот, кстати, пиво. Я про него забыл. Хорошо, хорошо. Это вы личный официант. Отлично, отлично. Можно путешествовать, взять стаканчик и пойти куда-то. Да, да, да. Можно взять пиво куда-то пойти. Но, правда, просят, чтобы возвращались стаканчики на базу. Вот так вот. Это сегодня налепили. Что еще хотел сказать? Вот на улице еще такие столики стоят тоже. Тут можно выйти покурить кальянчик, просто покурить. Там столики стоят. Здесь столики стоят. Ну, это разный тут контингент попадается. В основном, конечно, русские, украинцы, белорусы. Ну, часто есть и итальянцы. И французскую речь можно услышать. Ну, английская-то понятно. Да, и сейчас вам покажем именно внешнюю территорию отеля. Что, пошли? Пойдем. И вот сейчас покажем именно, что снаружи находится. В данный момент это просто обход территории по кругу, то есть по периметру отеля. Чтобы вы видели полностью, какая вот территория, что окружает сами здания отеля. Вот у нас получается с правой стороны забор. И с левой стороны сам отель. И так мы по периметру пройдемся, все посмотрим. Это получается мы от фасада пошли в правую сторону. Мы наблюдаем здесь красивую тропинку. Очень все чистенько. Цветочки растут. Зеленая травка. Очень вот такая вот мягенькая-мягенькая такая. Вот грибочки какие-то. Грибочки, да. Вечером, кстати, они светятся. Всякие красивые деревца, кустики, пальмы. Все так зелено. Очень красиво. И даже, кстати, сам отель вот снаружи очень-очень красивый. Здесь просто очень ухожено. Ну, лично я в большом восторге. Я от самого отеля, от самой территории. От сервиса. От сервиса, да. Все такие очень услужливые, вежливые. И все хотят тебе, ну, вот, сделать, ну, угодить, как бы сделать приятное. Чтобы ты вот ни в чем не нуждался. Чтобы у тебя никаких проблем не возникало. И ты был всем доволен. Все, предлагаю продвигаться, потому что сейчас будет темнеть. А у нас это предпоследний день. А завтра у нас ждет еще прогулка на Баге в пустыне. Поэтому можем не успеть заснять. Нужно успеть все сделать. Может, ты пока расскажешь, пока мы все равно идем про экскурсии. Там, у кого лучше брать, какие расценки. О, это лучше ты. Потому что мне нужно смотреть, чтобы не тряслось там ничего. Что мы снимаем. Ну, вот как нам рекомендовали. Давай, нет, лучше экскурсию нет. Вот смотри, допустим, мы пришли в спортзал. О, да. Ты могла бы рассказать. Нет, спускаться не будем. Просто мы покажем сквозь стекло. Вот у тебя есть обзор спортзала отдельно. Что внутри. Вот мы просто покажем, что за всем стеклом там спортзал. Я бы не сказала, что конкретно обзорчик. Опять же, ну, нужно делать все как бы поэтапно. Все вместе не получится. У нас мало времени, мы спускаться не будем. Хорошо. Ну, там есть на территории отеля спортзал. Да, там много всяких очень крутых современных тренажеров. Беговые дорожки. Велотренажер. Там гантели. Эти. Что там еще? Ну, в общем, всякие тренажеры. Не могу сказать, что их много. А их там до десятка. Ну, на самые такие ключевые параметры, в принципе, есть. Жим штанги. Единственное, что минус, я не нашел пресс. Лично я туда, ну, как бы хотел прийти и покачать пресс, но я не нашел. Можно было, конечно, на коврике просто. О, кстати, здесь бильярд. В этом вот здании. Оно сейчас закрыто. Там находится бильярд. Стульчики. Да, но оно как-то тут не работает. Никто не играл в этот бильярд тут. Поэтому давай двигаться дальше. Это сцена, да? Это сцена, да. Да, но мы здесь особо ничего не смотрели. Именно на территории отеля. По вечерам вот тут проходят какие-то мероприятия, какие-то развлечения, возможно, дискотеки, какие-то фокусы показываются. Но так как мы постоянно где-то вот на экскурсиях, постоянно где-то вечером ездим по самому Шарму-ль-Шейху, мы здесь еще ни разу ничего не видели. Да, мы внутри отеля проводим немного времени. То есть мы тут обычно спим, кушаем. У аниматоров мы не были. То есть на представлениях мы не были. Мы именно больше на выезде. Но я думаю, что некоторые... Некоторым это будет актуально. Некоторые любят именно в отеле проводить время. Здесь с этим похоже, что все в порядке. Был один раз шоу змей. Там представление со змеями было. В принципе, интересно. Но такое недолго шло. Часа пол. Ну, я думал, фигня. Думаю, так, какие-то там змеи для детей. Ну, кстати, мне было интересно. Там такие моменты были волнующие. Конечно, я не знаю. Может, этим змеям там поворовали ядовитые зубы. И они вообще особо не опасны. Но мы-то об этом не знаем. Короче, были там пару моментов экстремальных. Да, мы вот дальше продвигаемся. И наблюдаем, что здесь территория очень сильно опасная. Блин, смотри, тут как бы прям роща какая-то пальмовая. Вот какой-то вкус круглый. Вот атмосфера Египта. Вот эти пальмы. Вот эта зелень среди декабря. Кстати, мы сюда вообще ни разу не заходили. Вот первый раз зашли. Тут такое-то футбольное поле есть. Капец. Тут даже можно в футбол поиграть. Вот. Честно, первый раз здесь. Вот решили снять обзор, пройти территорию. Под конец нашего отдыха. Да, да, под конец нашего отдыха, да. Обойтитесь. Ну, может, не знаю, кому это будет интересно. Но смотрите, вот заметьте, что никакой ни бумажечки, ничего не валяется. Ни бычочка. Ни огурков, ничего. То есть вы можете легко с детьми приезжать маленькими, и они здесь в рот ничего не потянут. И это создает такую уютную атмосферу. Смотрите, вот забор, да, за забором там дорога, да. Ну, а такое плотное вообще, ну, как бы, заросли, что создается уютная атмосфера. Кстати, вот эти вот звуки, это в мечети, там у них определенное время, вот эта вот арабская тема включается, какие-то там мула там зазывают, типа, всякие молитвы. Ну, походу, это просто запись, ну, периодически вы такое тут будете слышать, если приедете сюда. Ну, это даже такие успокаивающие звуки, я бы сказала. Ну, я бы сказал, на любителя. Ты, в принципе, вообще-то с другой стороны отеля их не слышно. Это мы подходим одному из бассейнов. Это, я бы сказала, не главный бассейн, такой второстепенный, и он, кстати, не отапливается, именно этот бассейн. Кстати, мы прошли вот это, из этого поля футбольного, мы не показали бассейн. Еще один, то есть это совсем маленький бассейн для детей. Их тут два, еще есть маленький бассейн для детей. Так, вот второй бассейн. Но здесь никто не проводит время практически, потому что эти бассейни не отапливаются, они не маленькие. То есть мы дойдем еще до основного бассейна, который отапливается. Да, возле каждого бассейна находятся шезлонги и зонтики. И бар. Сейчас я бар приближу, посмотрим на бар. Там, кстати, пару человек сидит. Вот, пару человек там сидит на баре. То есть бар обычно работает до заката солнца, если зимой, то это до пяти часов. То есть с пяти часов уже начинает сереть, уже все закат. Вот, как видите, что зонтики уже все закрыты, уже все. Летом, я не буду говорить до скольки, до семи или до восьми. Ну вот зимой, сейчас декабрь месяц, вот работаю до пяти. Ну как бы уже сегодня до четырех. Ну это бары возле бассейнов. А бар основной работает до двенадцати, до него идти отсюда буквально минуты-две. Поэтому проблемы нет. Если хочется выпить, можно пройтись. До двенадцати часов работает, не вопрос. Да, вот уже и шезлонги поразлаживали вокруг бассейна специально, чтобы в него никто не залазил. Потому что каждый вечер, ну где-то после четырех их чистят. Нет, после пяти как раз. Ну после пяти хорошо их чистят. И они просто этим показывают, что бассейн уже не работает. Так, вот это у нас каждая пальмочка такая. Ну не каждая, но основная. На каждой пальмочке мусорка. Подсвечивается, подсвечивается. Сейчас это не сильно заметно, потому что еще не стемнело. Но вечером вот эта подсветочка, она в тему. Вечером, кстати, по территории так еще поприятнее, чем днем. На самом деле, да. Кое-где что-то горит. Вообще уютненько, тепленько. Так, вот этот проход на ресепшн. Тут всякие внутренние магазинчики. Ну это будет в другом видео обзорчик. Сейчас пока мы по территории идем. Нет, это будет не то что в другом, это будет просто дальше. Да, чуть дальше, чуть дальше будет. Сейчас мы просто покажем сначала внешнюю территорию, а потом внутрь зайдем. Ну тоже вот какие-то там шезлоны лезет, какая-то техническая территория. Ну оно все-таки симпатично, все не напрягает. Как бы ничего глаз не режет. О, а вот тут как раз детская площадка. Сейчас мы подходим к детской площадке. Давай зайдем сначала с этой стороны. Вот, Kids Club. Да, закрыто. Ну, внутри может закрыто, но снаружи там все открыто. Вот такая детская площадка. У кого дети есть, можно спокойно приезжать. Здесь есть такое пространство для детей, где они могут покататься, какие-то элементарные горочки. Это современная детская площадка, пластиковая. То есть ваш ребенок не может здесь повредить себе ничего. Ну да, он даже вот трубы, видишь, трубы. Очень безопасная. Металлические, на них чехлы надеты. Вон, на трубах, видишь. То есть голову уже никто не стукнется. Как бы тут типа песочка. Ну, максимально так. Да, максимально все для безопасности. Максимально так, чтобы запустить туда ребенка и заниматься своими делами. Он будет отдыхать, и вы будете тоже отдыхать. Так, что там написано? Children must be supervised at all times by an adult. То есть дети всегда должны оставаться под присмотром. Под присмотром взрослых. Ну, что там встали, да? Иди сюда. Тоже так красиво огорожены этими кустиками. Вот, кстати, подсветочка включилась. Вот, кстати, кто-то пришел на детскую площадку поиграться. Да, и территория детской площадки так красиво огорожена именно этой зеленью, кустиками. Она так красиво все срезана. Ну, то есть в отеле очень-очень безопасно. Как для взрослых, так и для детей. Продвигаемся дальше. Справа позади остается детская площадка. Тоже такая мини-качелька для взрослых. А, кстати, с левой стороны, на втором этаже, наш балкончик находится. Подожди, ну туда не будем идти, я сейчас покажу качельку поближе. Вот такая вот она. Где наш балкон? Вот этот, вот этот наш балкон. А, вот это вот мы живем, да. На втором этаже наш балкон, да. Вот прям под пальмой. В Тиньке. Ну, единственное, что нужно сказать про отель, что по вечерам тут еще не начали, но обычно травят этих комаров, чтобы посетители не кусали. И где-то около часа воняет вот эта трава. Я не знаю, чего они травят. Поэтому балкон лучше не открывать. С одной стороны, конечно, да, не очень приятный этот запах. И у нас просто балкон закрыт в это время. Да и по большому счету он вообще закрыт. Там есть внутри кондиционер, да. Есть кондиционер, да. А так как мы не курим особо, поэтому нам это не нужно выходить на балкон, там курить. Ну, вышли, посмотрели. Да, кстати, кондиционер работает как, чтобы охлаждать помещение, так и чтобы его обогревать. И на обогрев. Но это больше надо в обзоре номера показать. Наверное. Ну, да, уточним вдруг там, чтобы вы знали. То есть, если там прохладненько, можно натопить и с маленькими детьми, не вопрос. Там ставишь на 30 градусов, опа, через 5 минут уже в комнате тепло, может ребенок галашом бегать. Ну, сейчас не об этом. Ну, в общем, вот такие цветочки, клумбочки, деревья. А мы напомним, то, что мы находимся в отеле Experience St. George Homestay. У отеля 4 звезды. 4 звезды, ну, тут это все условно. Шарм-Аль-Шейхи бывает, что отель 5 звезд, а реально там хоть бы 4 было. Бывает 4 звезды, а там и трех нет. Ну, как по соотношению цена-качество, мое мнение, что этот отель с твоей 4 звезды... Очень заслуженно. Очень заслуженно. Даже, ну, как бы с плюсиком. Можно сказать, что это 4 звезды, не просто 4 звезды, а с плюсом. Пару моментов только тут были. У нас это с номером. Единственное, что там есть какие-то были номеры-недочеты. Недочеты, типа, лампочка перегорела, там пришли, поменяли. Ну, это совершенно не страшно. Да, там на сейфе кнопка выломана. Ну, видно, что такой там ванда выломал, и не будет же администрация из-за одной кнопки менять сейф. В принципе, он рабочий. Ну, такие мелкие недочеты. Но дело в том, что их можно всегда, ну, как бы сказать, и персонал, в принципе, решает все проблемы. То есть не говорит, что там, идите лесом, вот так как есть, так как есть. Нет, они, как бы, все вопросы решают. А, у нас еще кран до конца не закрывался, вода текла. Все сделали, кран течет, ну, больше не течет, поменяли там что-то. О, смотри, какой газончик красивый, в шахматном порядке. Очень красиво. Очень креативно так. Да. Так, куда мы сейчас... Кстати, прямо там, видать, какая-то уже территория став персонала. То есть мы туда идти не будем. Мы повернем налево. Ну, попадем налево и попадем на основную территорию. Там, где мы в основном и тусуемся. Да, где мы в основном тусуемся. Там, где основной большой бассейн с подогревом. Там, где столовая находится. Ресторан. Извини, но это не столовая, потому что там салфетки, все дела. Просто так там в трусах прийти нельзя. Да, там и дресс-код. Там тебе подходят, доливают, там напитки предлагают. Убирают за тобой твои тарелки. Да, если видят, что тарелка уже как бы не востребована, там поели, забирают. Ну, кстати, вот, по правую сторону от нас наш ресторан. Вот, наш ресторан, там где мы снимали. Сейчас он не работает, а скоро будет ужин. Скоро будет ужин. Но мы хотим еще показать, то, что мы не показали... Не, сейчас покажем все сразу. Раз мы уже пришли. То, что мы не показывали раньше в обзорах столовой. То есть ресторана, завтрак, обеда и ужина. Здесь в ресторане для ваших детей еще дадут специальные детские столики. Но, 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 подожди, не перебивай. Дело в том, что здесь еще по вечерам вот такое барбекю. Вот. На днях было очень хороший люля-кебаб. Обычно курица. Сегодня спросим вот как раз при вас, что-то тут уже начинают разогревать угли. Скажите, пожалуйста, а что сегодня будет на ужин? No? Don't speak English. Chicken? Как это? Beef? Beef? Chicken? Кофта. Кофта? Yes. Что это такое вообще? А, все. Опять будет барашек и люля-кебаб. Люля-кебаб, да. Спасибо. Thank you very much. Типа я так говорю по-английски. Ну, ладно. Вот. Сегодня будет люля-кебаб. Вот смотрите, вот. Почему я говорил, что это не столовая, а ресторан. Потому что тут нас ждут уже салфеточки, нас ждут уже приборчики. Для курильщиков пепельницы. Да, и это все не просто так лежит, это обслуживание идет. Просто идет обслуживание, там подходят, заботятся, все. Обзорчик мы начали поздно снимать, уже начинает темнеть, и вы видите, что тут зажглись всякие лампочки. Кстати, это тут бассейн для детей, что я говорил. Но он тоже без обогрева. Он без обогрева, да, поэтому сейчас вот в декабре, может, и прохладненько, но обычно, как бы, вопросов не возникает. В принципе, даже в основном взрослом бассейне там есть место для детей. Кстати, вот тут-то здесь обычно аниматоры работы, всякие конкурсы. Покажу ресторан сдалека. Сейчас вот приближу чуть-чуть. Как он там? Вот. Так он называется. О, кстати, вот там вот наверху ни разу не было. Вообще не знаю, что там. Что там вот это за деревянное? Викусь! Смотри, а там наверху что-то еще какое-то помещение открыто. А? Вот помещение там деревянное, видишь? Что там, ты не знаешь? Нет, нет, я не знаю, что там. То ли это для персонала, то ли для избранных, то ли я не знаю, то ли еще что-то. А, не квалет, а то ли? То ли, то ли, да. А вот основной бассейн. Смотрите, вот с подсветочкой. Вот. Такой заход в него. Шезлонги. Опять же, он перекрыт уже, поэтому по кругу стоят шезлонги. Бар возле бассейна. А, давай. Вот это где красный холодильничек. Давай, сейчас покажу бар. Там вот стульчики. Тоже он работает до пяти. И возле этого бара, кстати, можно набрать в кулере холодную водичку. Кулер там, да, за баром. Да, кулеры есть у нас в ресторане, есть возле каждого бара. Ну, и в принципе, все. Употребления нету. Да, на барах есть и соки, и вода, и чаи. Так, давай, сейчас я еще покажу. Всякие алкогольные. Покажу бар поближе. Вот такой вот он симпатичный. Я бы уже сказал, прикольный вообще. Вот тут как бы идет разделение на два маленьких бассейна. Ну, честно, честно, мы здесь вообще ни разу в бассейне не тусовались. Вот тут можно прямо с бассейна подплыть к бармену и что-нибудь взять, какой-то коктейльчик и прямо в бассейне его попить. Но мы, опять же, были в разъездах постоянно. Для нас интереснее где-то что-то посмотреть, посмотреть всяких рыб в море, чем сидеть в бассейне. Но для многих это будет важно, наличие качественного бассейна. Бассейн тут, мне кажется, очень качественный. Ну, может, не очень, но хороший, хороший вот. Кстати, вот мы идем, там вот есть желтенькая такая табличка, она о чем нам говорит, что тут помыли кафель недавно и нас предупреждают о том, чтобы мы не подскользнулись. Дословно перевод. Внимание, мокрый пол. Ну, я объяснила просто более подробно, что это значит. То есть, за безопасность тут очень хорошо отвечают. Ну да, тут никому проблем не надо. Надо, чтобы посетители получили хорошее впечатление, как бы хорошие были отзывы. И чтобы поток туристов только увеличился. Вот такие вот там всякие прикольчики. Это тут уже новогодняя тематика пошла, потому что уже скоро Новый год. А, кстати, какой-то 16 декабря? Сегодня? Да. Да. Ну вот, Новый год близко. А я, кстати, даже не знаю, это 25-го у них отмечают или 31-го? У них это, 25-го Рождество. А, ну, короче, ну, чтобы вы понимали, уже все, все на носу тут происходит. Поэтому еще раз, сдалека вот так вот обзор территории. Ну, пожалуй, будем закругляться. А, кстати, кстати, вот там вот, там мы полотенце берем, получаем, сдаем туда вход на второй этаж. Ну, в комнаты, в частности, наша комната тоже находится. Ну, пошли еще посмотрим, покажем холлы, ресепшн. Да, дальше вас ждет ресепшн. Спасибо.